Доброе утро! Мы приехали в один из старейших населенных пунктов нашей республики, село Чобручи. Какая у него история, кто здесь живет и почему, собственно, такое название, сейчас выясним. Осенью этому селу исполнится 443 года. По одной из версий на берегу Днестра поселился казак Михаил Чубурча, якобы отсюда такое название. По другой основали его венгры-виноделы. Правда, когда в эти места приезжали этнографы из Венгрии, документальных подтверждений они не обнаружили. Кстати, примерно в 10 километрах отсюда, на правом берегу, тоже и село Чобручи. Оно старше нашего почти на 200 лет, и с ним связана еще одна легенда. Во время турецкого нашествия, значит, на эти места было, то молодое поколение из того села вывозили в Турцию, в рабство, через Крым. И часть молодежи сбежала по пути и остановилась где-то в Крыму. И через какое-то время она захотела вернуться домой, что они и сделали. Но вернуться в родное село, это значит попасть в плен опять к туркам. Поэтому они образовали здесь населенный пункт с названием Чобручи. В настоящее время в селе живут около 5000 человек. Как и в большинстве населенных пунктов, здесь классический набор национальностей. Русские, молдаване, украинцы, гагаузы и болгары. Что же касается вероисповедания, тут кроме христиан есть и мусульмане. Горда села, парк имени Родина и Дом культуры. В советские времена там проводились всевозможные конкурсы и фестивали. А парк еще в 1982 году получил всесоюзное признание. Заложили парк в конце 50-х. В 1972 началось его благоустройство. Тогда раз в три года проводился всесоюзный конкурс на звание лучшего парка. В 1982 участвовало более полутора тысяч парковых хозяйств. По итогам этого года парк села Чобручи был награжден дипломом первой степени и большой золотой медалью ВДНХ. Его признали лучшим на ряду с парком имени Горького в Москве и имени Кирова в Ленинграде. В этом доме живет человек, который около 15 лет заведовал конней фермой. Сейчас позовем его, познакомимся с ним поближе. Хозяин! Здравствуйте! Здравствуйте! Можете рассказать пару слов про вот этих коней красивых, упитанных? Это мои частные. Украинская верховая порода. А каким образом вы используете их в хозяйстве? Во всех работах в сельскохозяйственных. И пашут, и косят на косилке, и окусивание, и картошку сажаем. Все работы выполняют. Хорошо. А вы сможете сейчас показать их в деле? То есть показать, на что способны, в принципе, эти лошади? Покажут. Сейчас покажем там, будем прошивать там по кабачкам. Ну все, поехали! Приехали мы в бригаду, где Виктор сейчас работает на своих лошадях. Несколько минут уходит на то, чтобы распрять животных, и можно начинать работать. Я тоже не удержался от того, чтобы попробовать избавиться от сорняков с помощью специального конного культиватора. Этому устройству уже около 60 лет. Говорят, с его помощью можно за день обработать 2 гектара земли. После того, как немного поработал с этим конным культиватором, могу вам сказать, что это очень тяжелый труд. Что я прошел всего немного и уже устал. Я не представляю, как можно пройти целое поле с такой техникой. 2 гектара прошивали. Ну да, так раньше работали постоянно. В настоящее время фермеры используют тракторы. У сельчан становятся все более популярны мотоблоки. В отличие от животных, их не нужно кормить каждый день. Виктор застал еще те времена, когда почти весь объем работы выполняли с помощью лошадей. Когда он был заведующим коней фермой, поголовье насчитывало более 200 лошадей. Плохоз имел 18 бригад или 20. В каждой бригаде были лошади. 20 голов, 5-6 подводами, пароконные. И в основном обслуживали бригадой лошадьми. И продукты из поля вывозили, и овощи, и фрукты. Все в основном на лошадях. И вот тоже выполняли по этой работе, что прошавали там кукурузу, подсолнух. Все культуры в основном обрабатывали лошадьми. Сейчас эта полеводческая бригада как настоящий музей. При том, что есть современные комбайны, здесь можно встретить технику, которые работали еще в начале прошлого века. До сих пор, кстати, работает телега для перевозки сена. Правда, деревянные колеса заменили на колеса от БТРа. Теперь она может перевозить около тонны сена. В советские времена в Чобручу часто приезжали отдохнуть на Днестре, выпить хорошего вина жители центральной части России. Сейчас такого паломничества нет, но места здесь такие же живописные. И воздух удивительный, так что в свободное время обязательно сюда приезжайте. Здесь точно есть на что посмотреть. Ну а мы отправляемся дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!